Доброе утро! Сегодня вторник, 20 февраля. Встречайте день вместе с вестями в студии Мария Пронина. И начнем с новостей. Сегодня в Междуреченске пройдет первый штаб, посвященный паводку. На юге области уже началась подготовка к весеннему половодью. Синоптики отмечают аномальность и непредсказуемость погоды в этом году, поэтому все ответственные службы должны быть готовы к развитию любой, даже самой сложной ситуации. Важно успеть застраховать имущество, находящееся в зоне риска. Оперативно решать экстренные ситуации, вопросы федерального финансирования и госзакупок в регионе будет координационный центр Кузбасса. Открыли губернатор Сергей Цивилев и зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Позволит собирать данные с помощью цифровых технологий и быстро принимать управленческие решения совместно с разными ведомствами. Эффективнее реализовывать национальные проекты. Сейчас в команде 13 специалистов, все прошли обучение. Кузбасс установил рекорд по скорости открытия регионального координационного центра среди всех пилотных регионов. Координационный центр правительства будет и дальше взаимодействовать с Кузбассом и другими субъектами в части обмена передовыми методиками, технологиями и цифровыми инструментами государственного управления. Мы заинтересованы, чтобы то, что делается в Кузбассе, было в эту же минуту. Правительство тоже правильно оценивали и подсказывали нам, что надо делать. Сегодня на строительстве северо-западного обхода Кемерово снова ограничат движение. Участок на 29-м километре перекроют с 13 до 17.00. Причина – буро-взрывные работы. Планируйте маршрут заранее. Запланировать посещение врача необходимо кузбассовцам. В регионе стартовала неделя информированности о важности диспансеризации и профосмотров. Ответственное отношение к здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволить увеличить ее продолжительность уверены медики. Продолжаем. Сегодня в Кемерово состоится презентация хоккейной академии Вячеслава Фетисова. Двукратного олимпийского чемпиона ждут в ледовом комплексе «Сосновый». Символическое вбрасывание состоится в 12 часов. О новых перспективах для ребят рассказал тренер Ярослав Санжиревский. Однозначно это к лучшему, потому что все, что происходит в последнее время в Кузбассе связано с чем-то новым. Это хорошо. И академия, я думаю, она в первую очередь нас объединит, потому что у нас большая область, достаточно много школ, которые, в принципе, должны работать вместе. Я думаю, что только к лучшему это будет. Оценил и уровень подготовки кузбасских спортсменов. На данный момент уровень, скажу так, области наш достаточно высок. Это можно посмотреть и по результатам школ. В принципе, уровень сейчас довольно-таки неплохой, но есть куда стремиться и куда расти однозначно. Мы ждем, давайте вот прям по возрастам, да, ну, наверное, от ЮХЛ мы ждем выхода в финал, однозначно финальную часть. Я думаю, что до 2008 года мы ждем выхода в финальную часть. Также у нас очень неплохая, ну, не молодежь назовем, наверное, юные спортсмены. У нас очень неплохой 14-й год в нашей области. У нас очень неплохой 15-й год в нашей области. 16-й год. То есть у нас, в принципе, по каждому возрасту, как минимум, одна-две команды представлены очень неплохие, которые достойно выступают на межрегиональных соревнованиях. Главное для юных спортсменов – регулярные тренировки. Пятилетняя Ева отрабатывает упражнения даже дома. Переворот вперед получился не с первого раза, но она не сдается удаче маленькой гимнастке. Но повторять такой трюк не стоит. Опасно. Ну а к этому часу все. Далее прогноз погоды. Хорошего дня.